В художественной школе в Джигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Все работы выполнены на высоком уровне. Альбина Курочинова-Кенжева посмотрела экспозицию. Небольшая, но уютная художественная школа встречает посетителей и учащихся в фойе с новой экспозицией народных промыслов. Талантливые ребята сделали деревянные заготовки ложек и матрешек под хохломскую роспись, а белые елочные шары, украшенные вручную, радуют глаз. Разнообразием техник отличается отделка кухонных разделочных досок. На одних строгий геометрический рисунок в стиле Абрамцево-Кудринской резьбы, другие расписаны кжельской хохломской мизенской росписью. Есть и сюжетные композиции на тему русских народных сказок в технике батика, а также скульптуры малых форм, передающие в точности характер сказочных героев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно, это приходится воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще с времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ребята с большим удовольствием обучаются в художественной школе живописи и скульптуре. А еще тут преподается музыка. Классы переполнены ребятами. Они с любопытством и большим желанием ждут очередных уроков, чтобы узнавать больше от своих талантливых преподавателей. Делаем дымковскую игрушку. На каком вы сейчас этапе? Мы хотим сделать ей руки и голову, шею. А что самое сложное в вашей работе? Вот эта юбка. А когда вы увидите результат, какие у вас чувства? Что мы это сделали. Я начинала делать тело, потом я сделала ей ноги, голову, потом я ей сделала уже сами перья. И сейчас я буду выглаживать это все красиво, пробовать передать характер. Работа Амины, будущей выпускницы художественной школы, украшают выставку. Она расписывала акрилом матрешек и дощечки. Я с детства люблю рисовать, всегда мечтала научиться хорошо это делать. И мне очень нравится здесь учиться. Здесь хорошая атмосфера, приятная. Все очень интересное. То есть, очень хорошие педагоги. И мне очень нравится то, что они действительно профессионалы, любят свою работу. Руководство и преподаватели школы уверены, что растет поколение, которое сохранит и приумножит традиции народного искусства. Альбина Курочинова-Кенджева, Либастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.